всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно пути enter и сегодня мы делаем обзор на карту нсц 05 nick summer cup это третья карта в этом году ой какая 3 2 рассказать давай проходил проходил он так дфру у нас не работает небольшие трудности у нас технически но тем не менее проходил с 5 по 12 июля а не 20 июня по 5 июля проходил завершился более чем удачно очень-очень много дымок очень скорее всего много интересных прохождений до будем смотреть дырки будем обозревать картам давайте начинай да я ее вообще не играл я спекал минут 5-10 там кого-то и все больше я я я и в день даже не прыгал в общем то что мы видим на старте сразу же то что нас бесило в первой карте получается это первое же было падами то ну ну первая была вот по моему ничего не изменилась точно такая же неудобная фигня принципе тут у нас граната с нулем патронов значит надо идти найти добыть у нас лежит мега red желтый плазма буллеты и 3 шардинки принципе возьмем все я такая а вот сама плазма 10 патронов это так а тут блют 0 до на это поздно да здесь надо просто дает сама пушку с которой можно оставлять вот и патроны для гранаты вот и еще патроны и еще патроны нам дают много патронов нам дают падают дают джампад дают забраться на верх мы воспользуемся думаю окей так забрались наверх ну тут очевидно я думаю на остался сюда залетать чтобы кутри что цепь ну одно и то же будет я так думаю еще плазма патроны которые не знаю нужны не нужны будут но мы пока будем брать все это у нас кин нет отлично надо было дермат работать наверно а да ладно да так сначала там пойти так значит там у нас застрять нельзя тут нам предлагают идти вниз очередные паники может что-то пошел бы есть нет карта снова это у нас не джампады ничего да это просто столбики для декора я так понимаю тут нам дают еще плазму так а вот и ну это или только я что слышал что только дают нам в общем то еще патроны плазмы дают нам немножко хп предлагают забраться еще выше еще один джампад патроны еще плазмы мега принципе хп нам дают хп много джампад не знаю насколько полезный принципе если ну я даже не за и полетишь такой летишь волбажь эту стену плазмишь и туда зайдешь нового что-то это нереально так а нам надо еще возьми не убиться бы так а все это время у нас кстати есть гранаты которые да можно все это время где-то их использовать я уже набрал не трачи не тратя их 7 окей дают нам еще броню дают нам еще плазму еще хп тут нам говорят наверх но мы наверх пойдем будет еще броню 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 еще хп телепорт и есть это понимает два варианта либо плазмы забираться до вентиль портах понимаю откуда да 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 либо забираться плазмы либо идти через телепорт но гранаты либо гранаты дан как-то наперед дико-дико тут ловить что-то но не знаю честно говоря как быстрее как это будет все в темпе проходиться ты ну финиш да похоже темно вы принципе вот такая вот карта не знаю тут мне кажется очень много микро моментов на первый взгляд это ну дико неудобно как-то все будет пока не верится потому что все как-то тесноват но видно вот что надо как-то тут притормозить там по моему ну в общем то посмотрим enter наверное сейчас покажет как надо заходить я не знаю что тут еще сказать что же мне рассказывать про эту карту сначала я пройду ее не знаю простой дорожкой потом наверно побыстрее тут нам начали дают я не знаю вообще нужно ли проходить хоть как-нибудь чуть-чуть быстрее или сразу все быстро объяснять ну давай сразу все быстро тут в принципе дорожка скорее всего одна я так понимаю то есть основная дорожка одна не совсем одна варианта ее вариант вариант но я не знаю посмотрим начало вот эти столбики здесь есть несколько вариантов их прохождения первый вариант который я вначале пробовал использовать это вначале нужно взять гранату либо мы просто падаем на нее либо мы делаем как-нибудь из уголка прыжок и потом падаем на нее дальше после гранаты мы либо падаем вниз либо падаем направо либо либо прыгаем вперед я сначала я думаю вот с этим вот разбираться приходится во время игры именно то есть что тебе нужно брать тут много всего я думаю что из этого можно упустить и нужно тебе первое время поиграть поиграть чтобы понять что тебе нужно брать допустим бегу и red все тебе допустим желтый не нужен ну так в зависимости от того что там дальше потребуется в самом начале я проходил через каким-то таким образом то есть падал на гранату перепрыгивал сюда дальше можно чуть-чуть включить вы любимые на дальше по он прыгал брал вот это все и прыгал сразу направо здесь так дальше здесь у нас два варианта даже прохождение или три то есть либо здесь тоже много вариантов либо мы его плазма которая набрали берем и спазмы занимались залезаем наверх вот сюда и отсюда уже пытаемся не знаю гранаты или просто наверх как-то залезть по идее плазму здесь лучше не вязать потому что здесь и джемпад он как бы экономит нам хп потому что хп очень важная штука потому что здесь его мало вот и вот эти вот как сказать плазма с гранаты которые здесь дополнительно здесь лежат они тоже нужно рассчитывать нужны они или нужны потому что бегать за ними то лишнее тратить время вот так первый вариант прохождение с плазмы второй вариант с джемпадом сюда запрыгиваем третьего ряду и дальше мы четверг граната который я не взял что ли взял сбились берем граната кидаем из граната залезаем наверх либо можно попытаться предварительные и кинуть граната то есть вот таким вот образом и вот здесь это ее же ловить бегать до нее либо вот не забрать вот эту гранату и потом отсюда уже кидать наверх либо попробовать ее в проходе как-нибудь так кинуть взять эту вернуться назад но здесь я уже не успеваю допрыгнуть до того момент когда граната взорвется поэтому приходится кидать после того как уже здесь подберешь это все вот вариант после того как я все вот это вот потестил как здесь начинать и судя по тому сколько здесь хп тратится вот у меня 60 хп я здесь буквально чуть-чуть плотно потратил плюс граната мне еще полтинник отнимет то есть здесь чтобы подняться выше нужно чуть больше хп чтобы решить эту проблему нужно брать либо армор либо тот красный либо вот желтый либо мигу я попробовал порассчитывал мне получилось что с мигой лучше она больше хп дает и я изменил дорожку чтобы брать то есть сначала гранату потом мигу а потом уже после миги брать как раз плазму и патроны для плазмы вот и по моему вот буквально то что я делаю зигзаг направо это это не так чтобы много времени тратится потому что здесь мне кажется не знаю сколько мига побольше хп дает чем 1 на броня то есть армор не спасает грубо говоря ну мне с мигой пока было проще что ли дорожка или дорожка была неудобна не могу сказать ну и как результат вот здесь мы подбираем гранату здесь мы кидаем наперед прыгаем и вылетаем наверх на самом здесь как кстати тоже большая проблема с тем чтобы это граната стоит прям идеально около стеночки потому что если ты вот как как я сейчас ловишь эту гранату кто-нибудь то наверх и до верх не долезая залетаю до сюда здесь приходится подбирать это все плазмить наверх тратить лишнее время вот ну то есть то есть я делался в посмотри сейчас посмотрим что можно делать но клип сразу бывает там его вот здесь как результат я когда проходил я долго высчитывал куда все-таки нужно грампа стали кидать в итоге мне получилось что вот между кнопочкой и вот проемом то есть вот куда-то сюда я кидаю прыгают и граната вот прям почти идеально у меня под задницы выживается нормально то есть таким образом и в по идее чем раньше и кинешь тем лучше то есть как только увидел проем сразу можно кидать и в общем это быстрее чем бегать до туда до той гранаты нужно как-то там закидать и вот так высоко и можно подлететь дальше так как он ну да но дело в том что тоже нужно высчитывать чтобы чтобы хватило плазма потому что там я вначале взял 10 плазминок а использую гранату и подъем наверх у меня остается одна плазминка то есть если 9 трачу то у меня одна остается то есть у меня приходилось вообще идеально ловить эту граната повылетать высоко и здесь тогда уже можно делать гб с гб кстати тоже проблемы потому что приходилось ловить его не с прыжка спас какого-то полета и ловить на вот этих кубиках на которых не очень удобно сликать потому что ну потому что они быстро по такие неудобные есть либо нужно умудряться сликать вот стрелять перед тем как и на них наступишь то есть так либо если приземляешься сюда то по ним и нужно еще мудриться прыгнуть до того как соскользнешь этой штуке потому что потом ты будешь падать вниз и большая вероятность что у тебя слик кончится и в общем какой-то тревоги не получается вот как то так это я по крайней делал может люди без гб делали просто прыжком туда но мне требовалось это плазма чтобы дальше залезать потому что дальше у нас дальше дальше у нас вот такие палики весьма неудобные я полагаю да потому что постоянно проводишь не знаю я не проваливался то есть я перепрыгивал их спокойно у нас на большой скорости здесь у нас это даже покажу 96 я беру не беру у тебя слишком много хорошо почему я же своих пользователей пользовался лететь куда-то началось опять что не посмотрите ну вы посмотрите как я быстро доберусь как можно так играть ребят я вот вижу что танцы риск лист отрицает вот отлично здесь нам тогда если тут себе грим и плен черный 2 грамм вот и судя по дальнейшему прохождению можно дать здесь еще ближе вот акция не а здесь кп вот и здесь можно падать справа можно прыгать это как-то все здесь тоже несколько вариантов прохождения либо мы кидаем этот брата куда-нибудь и пытаемся где-то здесь ловить да либо мы просто переключаемся на плазму и пытаемся сюда план я долго-долго пытался по этих столбиков как-нибудь пропрыгать ничего не помогало безуспешно здесь дабыл жоп никакой не сделать вот и наверно сразу расскажу потому что я долго шел ну то есть я очень долго сначала проходил сейчас подскажу от этого этого слика густа точнее как это все делалось не ездить до пусто делал два пусто крыши но не знаете люди но это да вот я сначала делал приземлялся вот сюда куда-то на повороте или еле заворачивал и потом сплазмы вот так вот поднимался вверх в дальнейшем я заметил то что почему бы не попытаться все это побыстрее сделать и на этой большой скорости пробовал просто приземляться сразу сюда здесь сделать плазмоджан и пытаться сразу добавить наверно плазма вообще еле-еле хватает у меня очень часто не хватало кончалась плазминка плюс скорости много я часто втыкался вот в это фиговина ну так бордюр ну а это экономило пол секунды или больше если мы делаем чуть-чуть по-другому сейчас еще разок то что такое неудобные бусты вот еще вот в эту стенку врезаешься постоянно то есть в идеально нужно скимить этот уголок быстрее чем останавливаться и пытаться потом по стенке запрыгнуть дальше здесь у нас имеется несколько вариантов прохождения ну начнем самый простой вариант простой запрыгиваю вязаем jump от прыгаем сюда и как-нибудь поднимаемся здесь потом плазма вариант номер два как-нибудь залезть на вот это можно спорта залезть а ну ночь будем считать что вариант номер два кинуть сюда гранату залезть из плазмы и словить это гранатом либо там не знаю вот отсюда можно кинуть до гранатовой и попытаться до нее настрейтить но не всегда получается можно попробовать запрыгнуть сюда вот здесь играть отсюда как не туда но в итоге самым быстрым ну по мне получалось то что здесь у нас как раз мига у нас очень мало хп у нас 0 плазмы по прохождению сам быстрым получалось если граната кидаем сюда потом вязать то что получилось и запрыгиваем сразу наверх то есть не надо да не нужно мучиться вот здесь и сразу подниматься плазмы не знаю где игра по дополнительно кидать то есть мы экономим проскакиваем сразу лишний кусок карты и и чтобы делать это все быстро можно естественно и кидать граната наперед отовсюду тут у нас две гранаты да там на две гранаты здесь можно кинуть вот куда-то вот туда убежать до стенки и словить не получилось поздно нажал вот ну и вот на большой скорости мы сюда вылетаем здесь я долго сначала проходил здесь пытался будет пустить проходить здесь у меня очень мало хп всегда оставалось ну и судя по прохождению я сколько не считал у меня получилось что просто взять телефон прыгнуть и плазмить быстрее чем кидать куда-либо гранат или пытаться здесь заплазмить где-нибудь то есть потому что скорость большая быстро туда влетаешь и здесь тоже прыжок и подъем сразу вот и дальнейшем то есть если не берешь это хп то потом еле-еле буквально один хп остается если кто загадаешь либо вообще не остается то есть в идеале нужно делать брать вот это вот хп и делать здесь буст еще налево но все упирается то как ты подлетишь на той гранате то есть можно вылететь приземлиться вот сюда куда-то и тогда будет гемор потому что нужно взять это хп и завернуть налево а как это сделать если ты летишь вперед то ты вот внешне стенку либо ну да в идеале нужно прям приземляться на это птп и здесь сразу с густа прыгать в силипорт но это прямо очень редко у меня получалось там кажется сложный вылет плюс скорости нужно много иметь хорошо вылететь вот ну и оконцовка то есть прыжок немножко плазмы и здесь мы либо бустим если у нас хватает высоты либо мы просто скинем этот уголок и прыгаем до финиш либо если криво приземлились то просто прыгаем это все ну и финиш да ну и пока это моя дорожка который я искал то что у меня получилось и я еще дымки еще не смотрел может кто-то круче нашел сейчас я попробую раза быстренько все пройти я конечно долго буду мучиться с этим ну быстрее ты никто не прошел потому что это топ-1 очень удобный подбор этого всего то есть вот сколько мучений нужно и все подобрать подобрать продолжается этот геморрой с падами почти хорошо кончился потратил все хп да не хватило немножко высоты 2 ваткрылся блин или за пешком граната наперёд и я не взял хп ты бегунь буря где сейчас да здесь читара все таки видишь карма вот она карма видите да не четырите любят ой ой лаги в общем сейчас попробую еще разок пусть нам как нибудь это пройти 2 гб на косарь идем на русские митинг и не получается сам гранату наберет не долетел здесь еще сложно нужно кинуть куда-то вперед и вверх на скорости и умудриться так чтобы граната граната прямо вот здесь вот приземлилась и от нее очень хорошо отстрелиться еще разок ну это технически да очень сложный вопрос потому что во первых там вам потолок не нужно строго диагональными и плюс большой минус этого всего то что вот этот телепорт я не знаю как он сделан но из него теледжам не получается на верну он получается чтобы новый купить было то же самое как и в цепи могут на то есть мне приходилось здесь очень мало скорости дают и мучиться с этим подъемом ну и вот принципе вся карта и вот моя дорожка который я ее зал кто-то проходил знаю с киданием граната здесь наверх кто-то проходил с джампадом кто-то проходил с гранатой вот здесь вот кто-то не брал это мегу а брал вот не знаю рэд например кто-то подбирал вот это вот вот это вот все кто-то может быть проходил с подбором мута и вот ноги еще можно придумать вот с этого то есть можно сюда подняться потом наверх может быть кто-то граната куда-то сюда кидал я пробовал но это медленнее выходило чем просто с прыжка вот там все за опознавать ну и я думаю вы кудри если вот тут граната тут и скорее всего потому что данная контроля и ты как бы падаешь и как раз мне кажется таймиться на то ну и плюс я не знаю как лучше может лучше вот эта дырка падать 2 q3 или или за нами вообще от стенки здесь отпрыгивать плюс здесь здесь же боковая такая как сказать стенка и вот мне можно врезаться хотя не знаю сколько это помогает людям здесь еще такие неудобные стенки если вы заметили то что здесь вот вот кирпичи выступающие выпирает да и не только здесь здесь где-то еще не выпирают ну и на старте здесь вот какие выступы есть которых можно попробовать стрейтить как-нибудь сделать да но да но это к сожалению не помогло мне вот в общем вот такая вот карта так ну что будем смотреть демки самому сладкому так демки на сцену 5 у нас много-много-много демок да все молодцы ребята все все всем сразу заранее спасибо что участвуете вы по традиции начинаем свой кутри и хочется говорить последнее скажу я как есть не последнее а какое место хулиган россия посмотрим play 49 и 7 молодец что вы купе послал и вообще хулиган молодец всегда старается что-то послать он брал red вместо брал даже в желтый запрыгивал наверх не брал плазму я не знаю сколько у него сейчас плазминок ну вроде 0 высоковато подлетел здесь игра то ждал там плазму встречи не хотели бы тогда если был спазм и тут еще по любому мог быстрее пройти если бы карта негде падать негде фейлиться ну то есть я имею ввиду что убийца да тут просто можно еще поиграть не знаю несколько раз и пройти было там куда быстрее хулиган он такой человек он пройдет разок 2 и проект а следующая демка ген а бетон а гена бетон но это как крокодил бетон быстрее на 10 пункт обошел хулигана позор старайся падал вниз брал желтый подбирал здесь дополнительно rocket тайминграна правильно прыгнул сразу наверх какой молодец суши у него и начало намного лучше чем у паша падал в ямочку здесь гранату не ждал долг хулиган мне кажется просто так знаешь типа дай-ка я пройду как хочу я не как быстро ну папу но это по мастер дальше эффект россия 38 секунд быстрее на полторы секунды но все равно как-то не очень быстро посмотрим давай play он мог быстрее пройти наверняка просто темп для вас он про я вот уже посмотрел там есть авторитетной личности гранату не тайминг но ему хп бы не хватило но он все гранаты кидал не обоенут наперед не кинул вроде да 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 если кидал наперед был бы там надо быстрее хейз из россии да он прислал уже много раз дымки еще одна быстрее на секунду почти посмотрим play да в принципе неплохо хотя эффект не старался если бы хотел бы за всех секрет оценаем как эффект играет если хочет брал чалоро что можно всех набираем броню начало достаточно медленно ну значит где-то вырулил чем достаточно неплохо вырулил брал дополнительный наверняка следующий гранат наперед может кинуть нет 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 а он на себе нет да если потратил и не ходил направо за этим за подбором да и здесь нам надо брал чтобы ты хватило плазма залезть да ну в принципе быстрее хайз растет молодец дальше зуме украина 36 секунд быстрее на секунду еще на на 3 секи на play дальше у нас авторитет пойдет уже так брал красный вообще даже не подбирал он специально ходил за дополнительной гранатой не за плазмой и как кинул наперед ой хорош ой займ но он говорил что займ читает красавчик вы молодец дальше winter 35 и 9 ну что сказать плохо но это судя по тайму можно просто дорожка хорошая не нашел ну давай посмотрим play ну хотя странно winter чтобы winter не нашел дорожку мне кажется тут что-то нечистое может он просто не старался он не кидал наперед здесь плазму которая не знаю сколько нужно еще есть граната наперед можно было кинуть чтобы не ждать две секунды на вторых здесь не получше строился но это вот вот эту часть не власть и также кидал наперед ну слушай я не знаю даже может быть и дорожку не нашел да так дальше кианекс россия тольятти тридцать одна секунда и шесть десятых посмотрим play я думаю кианекс может гранат но смотри да на четыре секунды быстрее чем winter он наверняка здесь все на то что можно наперед кидал вот сразу вау это быстро это вообще хп хватило очень хорошо пройдено дорожки прям классно да граната даже не нажала можно было просто быстрее поправить но она ему дала немножко высоты он бы без нее не долетел мне кажется он был бы по-моему долетел бы нормально ну я не наставил он ее так себе конечно прошел вот там красавчик везде где можно но я не знаю можно ли в ваку-3 вот как я показывал там где мега с гранаты сразу наверно залетать наверняка можно 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 там ничего такого-то нет по идее сверхъестественное там нужно просто угол хороший только никто что-то не заветел пока вот все они тратили время на то чтобы там залезать звуков идет еще ну давай посмотрим дальше наверняка кто-нибудь сделает я воде кисель из россии тоже из москвы парень двадцать девять и восемь быстрее еще на почти две секунды сделал он вышел из тридцати да да посмотрим топ-4 чуть-чуть ему не хватило до 3 ну хотя не чуть-чуть но не хватило ну слушай ему это простительно он во первых из инактива я так понимаю вернусь вот начало также в принципе тоже с гранатой на полет можно было мне кажется пораньше и кинуть за тайну очень хорошо вот и наперед и вправе вас спалил здесь намного да больше скоро а вот здесь залетел не очень хорошо но по хп прям хватило еле-еле впритык и плазма и хп еле хватило да ну неплохо неплохо смотри-ка вот это фвц все возвращаются старички винтер послал послал кисель просто не было карта больше понравилась наверно людям раз так много ну можно кстати да ну карта нет карта специфичная тут не поспоришь на любителя конечно ну видимо всем нравится кроме меня не было да давно его демок не было до прислал теперь демку 28 352 быстрее еще на полсекунды дожди полсекунд а да на полдары я плей со своими читами уже всю математику забыл брал броню подбирал плазму дорожка в сильно отличается дорожки для себя кисель сделал так же у него было бы там сколько быстрее но быстрее да и тем не менее нибулу обогнал кеп стрейкера который последнее время кстати очень неплохие результаты показывают на пушках что позволяет подумать о нем как о конкуренте вы кутрина на мировом чемпионате ну не знаю ну я может загнул конечно но он тем не менее он старается молодец итак 28 и 2 это второе место поздравляем кедра топ-2 быстрее на 0-1 посмотрим плей он без желтого тоже у него наверняка там будет очень мало граната в принципе кидал как только смог здесь тоже граната наперед и словил ее отлично и наперед тоже кинул ну что ж следующая демка по стоп-1 адекса за 27 и 7 ну что ж поздравляем декса с первым местом посмотрим моего поздравляешь киндекс ну я думаю он сверх естественно не ничего не сделал он просто прошел как надо вот так же как перед этим наперед наверх залетел в принципе хп немножко осталось но вот здесь он сейчас его подберет тоже он наперед не кинул да наперед не кинул можно еще значимая да да это тушили как еще плюс сколько все к минимуму наверно не уверен все брата 2 2 и 5 граната пищи и скобного 7 там по-любому еще там один прыжок вы можете к секунду наверняка сколько сколько точно не скажу не знаю ну в общем декса ряд вперед не кидал может сложно было таймить но быстрее по ну конечно говорят ну вроде ну от него то мы ждем как бы топовых таймов потому что он как минимум чемпион мира вот дальше а дальше мы приходим переходим к оси пьем демоком которые нам прислали целых 20 штук так то есть 20 место до получается года нафта гаганав хорошо посмотрим 44 4 посмотрим я не помню какие места до этого занимал надо смотреть отдельно на сайте же не бежит ну примерно средняя цена тушеный он перегнал он подбирал все что можно вообще у него что-то не то мне кажется поменьше бы ее поставить и пытаться кнопочкой вправо влево заворачивать они кнопочки вперед очень советую может у него расход фигверка начинающий видимо ну начинаю сюда хотя очень долго ждет на самом начале граната я думаю для него это очень нервный такой момент так дальше take five россия дай 5 38 8 быстрее на 6 секунд мы посмотрим play сейчас вычислим кто это у нас тут под фейком факе движение ничего такие игра ты не кидал наперед три плавники даже осталось не потратила а может это тоже новичок а не но если новичок неплохо получается право сети мог подниматься не передней может не всегда с углом получалось если не опытный тем более там не всегда сразу можете ну вспомни свои годы молоды в общем неплохо молодец дальше мод хулиган россия не помню насколько часто демки приходят но давай смотреть 36 792 быстрее на 2 секунды на play ну частенько приходит так когда я мог очень много я постараюсь побыстрее на них переключаться я создать уже процессе просмотра ну да да стрейк в принципе быстро все проходил брал дополнительно не кидал наперед еле-еле запрыгнул наверх оставил себе много-много плодминок 8 штук аж так можно много мест было сократить дуга и сделать the queen play тридцать четыре и три быстрее на две секунды билой как для этого уехал стояла и правильно я пойму сами чтобы так плавить здесь тоже наперед накидал можно было наверх не тел плазму ну и здесь без гранаты на финише просто забрался мягкий пуз play быстрее на 100 миллисекунд да я даже не на 100 там фрейма на три фрейма но начало много венка на период кидал отлично затайнул гренку и поздно джан сделал у него граната была не у стенки поэтому ему пришлось наверху и зал и все равно наверху не получился вы не те немножко были два раза пытался бус сделать не получилось хейз рус play 33 и 6 быстрее на полсекунды на пол да даже больше 06 выставка начало в обе смысл что он в онлайне играл с кучей народа ну шлет в обе физики пенсии очень даже похвально моё о бус получился эх не заскеймил не подбирал и наверху что-то мало очень народу на городе не так сложно кому-то видишь всем чтобы не хватало видеть я не думаю что там уже лежит на самом верху еще хп ну вот так вот катейка 33 и ноль смотри play быстрее на 600 еще 600 дебо конечно много все молодцы ну прям я порадовался когда увидел такое количество давно так не был не подбирал плазму подбирал снизу кидал наверх кидал на наперед в принципе неплохо тайну а здесь у него где-то нибудь я думаю может быть я вроде бы поднимался а здесь в ад на кредке да а здесь слабо да эх залез эх немножко в конце конечно вот подрасслабился ай да я и так ну можно было быстрее сделать если постарался давай глядя давай давай присылай дэнки следующий гена бетон как раз который play быстрее на полторы секунды ну папу в последнее время очень радует очень прям не брал красный и не брал там мигу кидал наперед но он и гуку 3 кстати наперед классно кидал и ловил тоже классно у меня здесь не получилось здесь там наперед кинуть сказался наверх чтобы еле хватило здесь подобрал и словил ну вот отлично что ставил но не отлично словил эффекта 29 и 5 дожди из и ствуд латвия да 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 38 да на 8 play быстрее на 0 сколько там вот на секунду на 08 да 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 считать разучился подбирал красный подбирал красный кидал наперед но как-то не знаю как подбирал плавно здесь наверху которая лежит движения плавные приятные движения плавные приятные движения движения ой как классно да 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 посмотрим что нам как-то начало медленнее выглядит кидал на березный кидал но сразу наверх залетел чтобы не подобрал поэтому здесь еле-еле хватило хп споткнулся на споткнулся дважды торнер посылай дэнки норм без лес торнер братан следующая демка от dream а россия 30 и 0 на 700 быстрее чем торнер в отличие от торнера дрем не споткнулся я думаю варки и не послал бы тоже подбирал мигу начала в принципе очень похожи на мою дорожку но не брал дополнительную плазму использовал граната здесь наверх да неплохо здесь он вообще не использовал гранат как резко кидаю до dream кстати давно не было видно привет в общем надо людям очень многие дорожки искать не знаю что посоветовать но это сложно на самом деле смотреть где чем быстрее но эффект россия 29.5 плей ну вот можно пока эффект пообсуждать но в целом-то для новичков главное оттачивать движение у них в основном даже если не в руку то это я думаю наживное поиск уже там от скилла будет зависеть а вот и имя действия выставления а пустыла еще буст нормально нормально эффект молодец эффекта не будем обсуждать эффект ты так знаешь что он может лучше коша play 27 и 7 быстрее на 2 секунды почти а чтобы ровно чтобы ровно залететь тяну нет выход кстати интересный так что приз за оригинальность и на грани все у нас проходит кошель пока что финиширует с призом за оригинальность и за оригинальность не зачтешь гренку наперед ну а генерал другого должны быть должны быть бухты это гибер тут очень медленно гренка наберет не брал мог еще boost наверно сделать ой первое место мне кажется было не очень большая меня после первого прыжка он же джампнул а потом на втором да может быть босс 25 и 4 play быстрее на целую секунду целую секунду босс он же монтер тпс мнтр он брал red не брал патроны прыгал за этими и потом уже кидал стрелял монтер нас неплохо бустами на первой карте сразу не брал хп и с восьми плазминками забрался и тоже почему-то не делал boost но вот этот буст на финише мне кажется он дает сотку минимум ну точно потому что ну там много может быть у него частично было бы быстрее честно не знаю он брал красный и а но в начале бегал за этим за за патрон поэтому него он не прыгал потом за плазмой и не знаю был бы быстрее или нет могу сказать ладно овчаркин play на 300 побыстрее но тем не менее the road который нашел босс я думаю у пса будет точно такой же road парня не подбирал патроны подбирал патроны и 12 и плазминками забрался наверх копия просто чуть-чуть побыстрее но 300 а пикачу play 24 808 топ-3 получается нет а ну да очень интересный тайм но тут гранату наперед хорошо в принципе и вот части где подошли тоже быстрее выполнено поэтому и тайм по быстрее аурум точно такой же тайм фрейм посмотрим тоже топ-3 тоже поздравляем да и посмотрим если у них разится в дорожках чтобы он также по прыжкам прыгал даже прыгал за эти дополнительные лазмой здесь не получился бус зато после прыжка получился очень интересный случай что бывает в принципе редко у двух человек одинаковый тайм поздравляем обоих стопом 3 и топ-2 поздравляем не было побыстрее на сотку посмотрим play очень наверняка похожий тайм но предыдущий аурум у него там был плюс даже не было плюс 0.8 вау а ну здесь он хп подбирал залетел очень быстро на финише него получше ну и тем не менее топ-1 м на целых 300 быстрее не блин посмотрел поздравляем это 1 100 ура посмотрим что мы вначале вкроу подбирал это все и сразу два густа наверх еле-еле запрыгнул тушу но это быстро или еле хватило чтобы наверх залететь еще буст мог сделать но не захотел в принципе заскинул стену но не знаю есть будет ли в этом плюс но прошел до принципе достаточно быстро хотя у не было конец и правда вроде пошустрее давай будем смотреть быстрее таймскейле но давай тайминге граната посмотрим значит обзорами или смотреть будем вот так в принципе все подбираю я говорю может быть можно было как-то побыстрее проходить наверх и в принципе очень хорошо стоил до граната да в принципе идеально плазму запустил два раза на тысячу чтобы как раз стильном попасть в эту стенку попадал наверх караната как раньше кинул очень плохо словил гранату но все равно еле-еле долетел до верха данный сексурую получше было бы плюс пятихатка считай то есть в целом тебе надо было бы делать 23 идея да надо было я получал большие плюсы но обсуждение не успел верно вот ну вот принципе все демки спасибо за такое огромное количество да спасибо так сейчас я переключусь на что но компактно да здесь к сожалению на сайте фрагру временно лег поэтому новости будем показывать покажем так как можем есть как можем есть ну есть такая группа дефрагру называется и здесь 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 также вконтакте есть также выкладываются новости начало конец деба таймы демки здесь можно скачать прокомментировать да можно любые вопросы задать группа совершенно открыто кто сможет ответить также заодно приключусь еще на дискорд вот у нас есть свой дискорд в котором мы очень много народу сидит вот здесь можно видеть то есть здесь куча текстов можете заходить писать что-то если что-нибудь непонятно здесь куча русовых каналов в общем здесь также канале на канале низ выкладываются результаты и демки которые вот так что еще в принципе все заходите присылайте демки а на данный момент стартовал новый компетишно а нет ниже по идее есть там ниже роли игру да ниже нет много в группе дефраг да сейчас обратно здесь есть где на ниже 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 смотри там после анонса а стриме я сейчас замучаюсь смотреть дам немножко ниже там видишь скриншот сразу а вот она дачу это плев них самерка 2017 началась начался 5 5 0 8 закончится 12 0 8 то есть эта карта с кучей хилок на стрейф их можно бегать подбирать неплохая карта и в общем будем ждать ваших демок да будем ждать большее количество не так держать ребята тоже как-то в общем присылайте давайте старайтесь будем обозревать будем что-то делать в общем всем спасибо да всем спасибо всем пока пока